приветствую всех на волшебт онлайн каждую пятницу в 20.00 по этой ссылке мы собираемся и рассматриваем основные фьючерсные рынки всем добрый вечер закончилась еще одна трудовая неделя и подходит к завершению мартовский контракт осталось две недельки вот и мы сегодня начнем подводить итоги публичных рейтингов по разным рынкам валютным индексом вот часть на следующего цвет онлайн мы принесем то что там очень много участников очень много хороших ребят и мы выделим обязательно самых талантливых успешных отдельным таким обзором так ну по традиции новости я думаю вот чате уже пошла достаточно активная дискуссия по поводу сделать трейдера 33 действительно круто такая интересная техника у него прямо не выходит из рынка и что-то видно знает но не признается в одну так держать неплохо близко отлично так по новостям опережающий индикатор ков действительно вышел намного хуже предыдущего показателя то есть швейцария на месяц рассчитывает что будет все таки нисходячий динамика причем судя по разнице между предыдущим отчетом достаточно сильно то есть вот снижение в марте они ожидают сильные так ну ввп штата вышел тоже как обычно не очень вот и в принципе там экстренное заседание меркель все остальные по поводу всех этих конфликтов я правда не не знаю чем это закончилось экстренное заседание но помимо этого еще есть кучу важных отчетов на следующей неделе значит по штатам по штатам фактически на всю неделю на открытии важные макроэкономические отчеты значит строительство домов безработица и в пятницу еще и gdp то есть ввп значит jobless claims в четверг и пятницу ввп вот эти вот два основных вот и там уже по нюхом сэйлс и гусордаш в общем вся неделя будет скорее всего наш на снп немножко что такая штормовая надо контракт закрыть и но они по по традиции начинают раскачивать волатильность поэтому как раз под эту всю отчетность они это могут спокойно сделать будьте осторожны по другим странам у нас получается понедельник все по индексу производственной активности отчитываются и вот вторник очень такой интересный момент объявление процентной ставки в австралии сейчас ставка 225 но аналитики ожидают что ее понизят до двух поэтому те кто торгуют валютные фьючерсы может быть вот по вторник в 630 ночи колебания такие волатильные ну и плюс потом на открытии европы могут тоже штормить немножко если действительно понизят в общем валютный рынок могут немножко импульс создать такой интересненький в среду в среду у нас объявление процентной ставки канада у них сейчас 0 7 5 и аналитики ждать что ее повысят до одного процента вот это вот очень внимательно не пропустить это будет в среду 18 00 и если произойдет интересно вот как отреагирует с напина на такие действия ну может быть это все игра поэтому посмотрим так что не пропустите вот два дня будет объявление процентной ставки и ждут что будут австралии в канаде их менять потом четверг у нас объявление процентной ставки британии ждут что останется на том же уровне полпроцента и евросектор объявление процентной ставки ну там уже ниже некуда там и так нулевая ставка поэтому торник среда четверг три дня подряд будет процентной ставки и и это важно потому что если где-то поменяют или поменять не так как ожидали то рынок очень сильно отреагирует и на этих движениях можно заработать так ну и в принципе по таким отчетам на следующей неделе все так теперь рейтинг начнем с сэн пир за недельку и несколько инструментов мы за контракт выделим участников так сэн пина этой неделе очень слабенько поработали участники вот life is short стоит выделить этого трейдера он достаточно активно принимает участие в рейтинге и по валютному сектору открывает и там даже есть некоторые валютные фьючерсы и мы потом это рассмотрим успешно успешно закрыл контракт вот и вот собственно недельку он тоже отработал по сэн пи неплохо новый трейдер кионикс не выходят из рынка постоянно в шарсе висит 30 пипсов есть так следующее у нас 9 сложный ник невозможно прочитать тоже такие коротенькие сделочки не собственно нечего выделить а вот конский и покупка и продажа просто какая-то вот ювелирная работа правда просадили немножко на открытие но вот ну в принципе все остальные по проигнорировали торговлю и не работали в принципе последняя неделя последние недели она нужно вообще прекращать торговлю и не лезть в эти волатильные движения на ртс тут бесспорно первое место у трейдера 33 вот такой вот порвал просто ртс хлам во все направления не выходят из рынка и сейчас еще остался покупки единственное что не видно ограничение убытка там один контракт всего лишь поэтому не страшно двин тоже вот в этом контракте появился и радовал сделками по некоторым инструментам вот второе место за эту неделю висит в покупке ну здесь мы видим и стопу и профиты вот покупал хорошо так в понедельник ну и закрыта продажа как раз он похоже что взял гэп который образовался в понедельник ну в общем молодец вот появился у нас отличный вход был ночью ну вот фиксация не очень пересидел вот и вот здесь такая жуткая просадка была если бы вот такие сделки убрать в принципе неплохой неплохой трейдер так трейдеры у которых аккаунт отображается а не никнейм мы их не будем рассматривать потому что неизвестно даже как обращаться сибирианц тоже вот активно на ртс и торгует вот и тоже есть стопы без убыток все отлично и профи даже есть неплохо неплохо так сантьяго тоже зафиксил шорт и маркуша тоже активный участник стоит выделить пока вот полез в шорт и во вторники его сразу же остепенили так давайте рубль быстренько посмотрим опять же двин на рубле шортил неплохо вот 24 и покупку зафиксировал тоже во время вот это вот бяка 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 зачем вот эти убытки пересиживать если можно выйти с небольшим убытком потом перезайти ну в общем дело такое но все равно неделю закрывает постоянно в плюс ну чаще всего так тут трейдер без имени без аватарки трибунал коротенький скальпинг а это реальный счет морские сделки две тысячи рублей тысяч рублей воcross остальные тоже в ролике считая там не все сделки видно так евриг а вот собственно Мишка Мед Который сейчас в чате Всем дает жизни Вот так вот порвал еврик На этой неделе Неплохо в принципе В понедельник вообще И шарты были Правда вот это лишнее Как по мне На самом минимуме дня еще раз Ошартить Причем 7 часов По Чикаго опасненькое время Вот этот уже более менее по делу Так ну собственно Есть нюансы 150 пипсов на еврике Причем с таким текущим рынком Это Хорошо поработал Неплохо Четверк рановато пошел на покупки Там в принципе надо было подождать Так Чикаго Шаро Не знаю что Вот первый раз вижу трейдеров Так рынок упал И он еще умудрился здесь зашартить Но опасная сделка Хоть и закрыта в плюс Но я такой не очень Приветствую Жутко рухнул рынок Еще дальше шартить 13.85 На 1.2 180 Кого же рынок прошел Вот дальше шартить Опасно в общем Так Трейдер без ника Виталий 1245 Раньше очень неактивно Принимал участие Сейчас Чуть-чуть Мало позиций открывает Но в принципе В прошлом контракте Был героем Так Лерич 80 Вот такие сделки Есть Достаточно Ошибочные Ну в принципе 10 пиков Бипсов И Карлос Пытается порвать еврик Ну в принципе Его тоже стоит выделить Он буквально Вот закончил Профкурс И уже на валютных фьючерсах Отличился Так Ну захватим Наверное сейчас Фунт Кто там на неделе У нас Юра Да Вот супер сделка Я видел Классно получилось И как так Подсидел В общем Фунтяку И всю эту Движуку взял Очень быстрая сделка И сразу 113 12 пипсов Респект Вообще И больше не лет Видите Все Заработал И хватит Лерич 80 Круто Тоже Фиксация Фиксация Просто Вот Оскар Так Выйти Все 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 Так Сопровождали Позицию Так Это у нас Инвестмент Банк Банка Видите У инвестмент Банка Не сильно Ребята Применяют Объемный Анализ Прямо Здесь Вот Засочлили Такие убытки Пересидели В общем Банку Непозволительно Такое Но Все равно Третье место Так Трейдер Без Ника Снова Карлос На фунтяке 27 пипсов Ну Вот Это Это Было Уже Лишнее Зачем Там Было Шерстить Вот Так А так В принципе Все Более Менее Все Все Сделки Рассматривать Не будем Остальные Уже Вот Такой Отрицательной Зоне Так Какой Еще Взять Может Индекс Доллара Кто-то Открывал Да Был Трейдер Без Имени И Давайте Нефть И там Уже Золото И Начнем Американец Вот Так Вот Справляется С Нефтянкой И Киберфонд Сайберфонд С Такими Жуткими Просадками Работать Начал Просто Видно Торговую Стратегию Либо Поменял Либо Тестируют Ну В общем Стили Техники Немножко Поменялись Так Девиль Тоже Такие Были Сделочки И Дарк Одна Сделка Карлос Продажа Была Хорошая Вот Это Вот Лишнее Зачем Четверг Было Так Продавать Так Теперь Золото И Начнем М8 Ну Это Его Рынок Стоит Выделить В этом Контракте Так Достаточно Активно Рвал Золото Я думаю Что И в следующем У него Это Получится Есть По делу Точки Хорошие Есть Немножко Рисковые Вот А В принципе Неплохо Так 59 пипсов Но золото Сейчас Не из легких Рынков И Cyberfund Такая Вот Покупочка Да Друзья Посмотрите Вот Была Какая-то Покупка Закрыл И Чуть Выше В конце Дня Снова Зашел И Вот Сейчас Вот Это Все Прибыль Ну Вот Тут Думаю Треть Можно Было Было Перед Выходами На А 2 Может Поставить На Понедельник Но Решил Пока Вот Так Вот IVC Ого Тут Активно Очень Работает На Брокера Трейдер В общем Брокер Любит Таких Трейдеров Много Сделок Это Лишнее Чем Больше Открывается Позиция Тем Больше Вероятность Что Сделать Ошибку Поэтому Стратегия По 20 Сделок В день Это Не Самый Лучший Вариант Так Ну В общем То Вот Так Вот Где Мы Маркет Войч Синхронизация А По поводу Нововведений Вот В среду Был Открытый Вебинар По Слабым Слабые Слабые Стороны На рынке И Там Мы Уже Презентовали Рисовалку Все Ее Ждали И Она Наконец-то Появилась Правда Вот В таком Варианте Можно Линии Рисовать Вот Так Вот Можно Кружочек Рисовать Ну В общем Там Такие Нюансы Не Самый Крутой Графический Редактор Но Примитивно То Что Быстро Удалось Добавить И Вот Такие Стрелочки Разные Поэтому Можно Толщину Линии Менять И Тип И Так Идераться Рисовать Линии Тренда Технического Анализа В общем Вот Такое Нововведение В общем Сбылось То Чего Все Так Ждали Так Это У нас S&P Ну Собственно Начнем Итак Осталось Две Недели До Завершения Мартовского Контракта И СП Висит У нас На Макушке Контракта Да и в принципе Исторической Даже Макушки Вот Уже Четвертую Сессию Не падает То есть Достаточно Перекупленный Маркет Зоны В которых Сейчас Находится S&P Не Каждая Смелится Заходить На покупку Плюс Две Недели Осталось Ну Позиционно Вряд ли Кто-то Уже Будет Заходить Это Нужно Либо Хороший Инсайт Получить Что Последние Две Недели Будет Еще Рост Либо Немножко Перегреться От торговли И все-таки Так Психонуть И зайти На покупку Ликвидность Обратите внимание С каждой недели Все меньше И меньше Вот на рынке Потому что Там Работать Не Все согласны Те кто Заходят На шорт Они там Наказывают А покупать Ну Желающих Не так уж и много Вот Поэтому Вот В режиме Ожидания Как по мне Самый лучший Выбор Сейчас Вот по S&P На следующей неделе Будет Я думаю Волатильность Поэтому Выделим Сразу Диапазоны Которые Стоит Мониторить В качестве Поддержки Это 2088 Это локация Вот Предыдущей недели Здесь 5 сессий Набирали Объемчик Чтоб Еще Лучше Толкнуть S&P Процентные Ставки Все так же Остаются На минимальном Уровне Поэтому Печатный Станок Продолжает Печатать Доллары Ну и Собственно Все эти Лишние Доллары Вкидывают В этот Мыльный Пузырь По стакам Те Кто уже Посмотрели Фильм Инсайдеры Который Разместили На сайте И на Facebook Вот Там Как раз Про эту Всю Машину Печатную И Рассказывается Так Значит 20 28 28 29 26 Это Первый Уровень Который Байер Должны Удержать Если у них Очень большое Желание Дальше Расти По С&P Локация 20 52 25 26 3 Это Уже Второй Локейшн Тут Не так уж И Долго Находился Маркет Но Объемы Средние По Всему Контракту Уже На следующем Wall Street Online Следующей Пятнице Будем Выделять Уровни Для Работы Уже В Июнь Контракте Ну Июнь Контракт Я думаю Будет Веселый И Волатильный И Ну Судя По тому Как Елен Рассказывает Когда Эти Ставки Будут Повышать Немало Верится Что Их Вообще Поп 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 Потому Что Это Просто Остановит Америку Остановит Экономику Или Что То Введут Новое Типа Электронных Денег Вот Поэтому Вот Эта Локация Которая Сейчас Пакует На 21 0 7 21 13 Она Как Приоритетная Относительно Не Будете Отталкиваться То Если С Уходят Выше Пауза И В принципе Лично Мое мнение Я бы Сейчас Находился В кэше И Не Лез На Рожон То есть Потому Что В конце Контракта Начинается Фиксация Сделок Ну Представьте Себе Вот Эти Байеры Которые Здесь Закупились Вот На Этом Уровне 22 2000 Уже Выходят Потихонечку Я бы Уже Вышел Потому Что Ну Куда Еще Могут На Две Недели Толкнуть Ну Пускай Там 21 30 Потолок Наверное Поэтому Если Будет Волатильность В этом Диапазоне Не Будет Выходить За Пределы 21 20 21 15 То Уже Март Март В Июньском Контракте Вначале Можно Будет Попробовать Пощупать Продажи А так А так Пока Опасно Так Если На Следующей Неделе Уйдут Ниже 20 88 То Скорее Всего Уже Пошла Массовая Фиксация Покупок Это Создаст Большой Приток Ликвидности На Шорт Так Как Покупки Закрываются Продажами И Желающих Продать На Этом Уровне Много Будет Поэтому Могут На Стильности Под Новости Под Процентные Ставки И В принципе Под Jobless Теймс Такой Стенарий Вполне Вероятен Ну Опять же И Только После Того Как Пробьют 20 88 20 96 Давайте Посмотрим По Дельте Что Что Там Творится На Снп За Сцены Ну Вот Мы Отмечаем 20 Числа Были Байеры И То есть Разница В 46 Тысяч Контрактов На Покупку Поэтому Вот Этот Массивчик 20 93 20 98 Выделим Как Поддержка Тут Очень Старались На Прошлой Неделе Покупатели И На Этой Неделе Даже Не Подпустили К Этому Диапазону Байеры Не Подпустили Причем Вот 23 24 Тоже Старались Очень Сильно Покупатели И 25 И 26 Вот Уже У Байеров Так Сдают Позиции Сегодня Еще На 4500 Разница Но Все равно Она На Стороне Байеров То есть Опять же Почеркиваю Не Могут Пустить Котировку Ниже Байеры Отвечают Ликвидностью Поэтому Там Еще Покупатели Есть И Пока Не Пробьют Вот 20 93 Потому Что Тут Действительно Тарились Четыре Дня Подряд Только Байеры Были Нападать Поэтому Это Все Может Быть Обманная Маневра Вообще Лучше Чтобы Ушли Ниже 20 80 Тогда Уже Можно Будет С Этой Всей Локацией Пробовать На Сопротивление Поработать Так Открытый Интерес Вот Самое Интересное Что Действительно Открывает Позиции Мы Видим Что Открытый Интерес Выше С Каждой Недели Здесь Открывает Здесь Открывает То Есть Причем Фиксации Нет Особенно Четверг Пятница Больше Всего Открыто На Рынке Открытых Позиции За Весь Контракт За Весь Причем Это Может Быть Вызвано Массовым Желанием Заширтить И Это Отображается Как раз Толпа Вот Либо Действительно Крупный Байер Скупает Абсолютно Все Шорты И Держит Эти Позиции С расчетом Что Две Недели Еще Будет Рост Поэтому Если На СНП На Следующей Неделе Предыщую Неделю Не Пробьют То То Это Диапазон Который С 16 Стоит Числа Сформировали Сейчас Мы Выделим Вот 20 Ядро 20 96 20 91 То Есть Не Пустят Ниже Этого Уровня То Скорее Сего Крупный Байер Затаривает Покупочки Собирает Все Ликвидность На Шорт Вот У нас Две Локации То Могут Тестировать Но Не Пустят Тогда Да Если Пропускают Котировку Ниже 20 91 Тогда Есть Шансы Уже Исходящую Динамику Так Но Опять же Я Находился Уже Как бы На этой Неделе Ничего Не Открывали Поэтому На следующий Точно Лучше Куда Нибудь Слетать Отдохнуть Так 2106 Это Ядро У нас Неделя Мы Выделим Вот Так Вот Заметить Невозможно Не Пропустить Вот Раз Два Три Четыре Еще Последний Так Хорошенько Подержали Четыре Раза 2104 Не Опускали Вот Диапазон Давайте Возьмем В качестве Поддержки Ориентир На следующую Неделю 2102 2104 Понедельник Жутко Такой Просто Сметали Все Смотрите Какая Котировка То есть Там Боковик Плюс Потом Волатильность На американской Сессии Закрыли На максимуме Понедельника То есть Тут Явно Затаривались Нам Вай Причем Подельте Это Подтверждается Вторник Еще раз И как раз Видите Мирикосы Ниже Этих Двух Важных Уровней На этой Неделе Так и Не Ушли То есть Хоть Не Пускали Три Раза Снимали Стопы Скорее Всего Байером И Пятница Торгуется На максимуме Интересный Ход Поэтому Может Быть Вполне Рост На следующей Неделе Под Эти Все Процентные Ставки Так Вот Где Во вторник У нас В среду И В четверг Три Раза Боялись Ити Выше Поэтому Как Такой Проверочный Диапазон На сопротивление 21.13 21.15 Ну и Вот Последняя Пятнашка Тысяч За Ну за Полчаса Наверное Насобирали Там Это 21.16 75 Вот в районе 21.09 Как раз Там Максимальный Объем За Неделю Ну По факту Как бы Здесь Все Достаточно Понятно Вот эти Загрузки Которые Были В понедельник Вторник Удерживают И Это Видно Если Начнут Пробивать Эти Диапазоны Ниже 21.01 И Дальше Под Волатильность То Такие Продажи Могут Пойти Под Завершение Контракта Ну Сомневаюсь Что Там Просто Сдадут Этот уровень Поэтому Осторожно Так Где там Мой Синхроморд Так Афиас Икс Бьет Рекорды Тут Печатный Станок Нулевые Практически Процентные Ставки И Идет Не знаю Уже Сначала Февраля Просто Без Каких Либо Существенных Коррекций Ни Одной Сессии Ниже Предыдущей Не Было С 19 Числа Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Сессий Подряд Ну И Сам В принципе Контракт Мартовский Под Эти Процентные Ставки Под Напечатанные Еврики Выглядит Достаточно Как-то Неадекватно Я бы Сказал Потому Что Никаких Коррекций Ничего Не Происходит То Просто Валят На Север Скупает Все Что Можно Ну Уже Мы Видим Немножко Подупала Ликвидность Дальше Толкать Сложновато Будет Значит Здесь Массивчик Вот этих Двух Сессий Возьмите На вооружение 35 67 35 78 Как Такого Жуткой Жуткой Локации Ближайший Нет Тут Практически Каждая Сессия Была Выше И Выше И Ядро Каждой Из Этей Сессии Можете Взять Для Мониторить На Предмет Поддержки Ну Не знаю Насколько Хватит У них Сил Сейчас Посмотрим Дельту Специально Такой Физ Х Да Видите Здесь Рубят Сегодня Тоже Вот 18 Тон Вот У нас 25 Были Шарты Совсем Так На 14 Тысяч Потом Снова Пошли Покупки Ну Просто Такая Небольшая Остановка Вот Они делают Раз Три Четыре Сессии Вот Она была Такая Существенная Дельта На шорт И то Скорее всего Снимали Стопы Потому Что Здесь Вот Видно Загрузились На покупку Ну В общем Дельта На Бай Поэтому Финанс Пока Еще Рано Ждать Пережащий Индикатор Ков Вышел Жуткий Просто 96 Вроде А Текущая 90 То есть Это Тренд На На Юг Но Когда Это Начнется Скорее всего Думаю В начале Марта Под Так Дакс Дакс У нас Идентично Идентично Поэтому Ну Вот Такой Массив Основной 10 842 По 10 988 Тоже Где-то Вот С 17 Числа Без Какой-либо Коррекции Идут На Север 10 Дней Так Интересный Такой Период У нас Практически Весь Мир На Нулевых Процентных Ставках И Все Идет На Север Но По Факту По Отчетам В Экономиках Просто Жуть Творится Акции Идут На Север То есть Всю Эту Инфляцию Вкидывают В Этот Мыльный Пузырь Куда Еще Вкидывать Золото В акции В Облигации Еще Так В общем На DAX Элитичная Схема Вот Здесь Такая Плотненькая Сессия 11 200 Плюс Минус Возьмите Как ориентир Ближайший На Поддержку Плотненько Так Поработали По Дельте То Самое Так Мы сейчас Поменяем Тип Тик Директ Более так Здесь Немножко Уже Подутихла Активность На Бай Вот 24 Еще Поработали И Две Сессии Не могли Уже Выйти На Хорошую Дельте Покупок В пятницу Скорее всего Если Срывают Стопы Вот Завершающий Такой Маневр То Должны На Следующей Неделе Ну Вот Хотя Бо В эти Уровни Прийти Может За пару Сессий За Среду Здесь Площадка Закупки Была 11.00 10.950 Возьмите Это Поддержка Саппорта Первый Контрольный Уровень На Смену Тренда То есть Пока Не пробьют 11 тонн Никакого Смены Тренда Не Ожидается Так РТС РТС Нам нужно Классер Профайл Так Ну Стабильно Уже Находится Выше 88 Вот Объем Который Отличился На 88 300 400 Порядка 4-5 Сессий Удерживали Выше Этого Уровня Контрольная Поддержка На 87 Давайте Сейчас Точно Выделю 87 С Половиной Ну Вот По 88 С Половиной Это Контрольный Уровень Поддержки То есть Если Будут Байера Покупать И Удерживать РТС У нас Просят То Должны В принципе Не Отпустить Ниже Этих Цен То есть Удержать Ну А Вот 91 300 Мы Отметим Как Резкое Проявление Целера И Пока Пятница Не Осмелилась Уйти Выше То есть Вот Такой Произошел Слом Тенденции Потом Следующий Уровень Поддержки Проверочной Это У нас 83 300 84 800 Тут У нас 4 Сессии Паковались Хорошенько Причем Вот Сессия Даже Отличилась По Ликвидности Следующая Гипер Гипер Плотно Зашли В 81500 82300 Вот Это Вот Действительно Борьба Была На Пробитие Максимума Контракта Поэтому Здесь Две Сессии Хорошая Поддержка Была Вот Там Те Кто Заходили На Байт Все По Делу Было Так На РТС Стоит Выделить Сейчас Такое Ядро За Последние Две Недели Это 90 По 91 Это Сейчас Такая Основная Локация Силь Который Будем Ориентироваться На Последние Две Недели Мартовского Контракта Потому Что То есть Если Всю Неделю Не Смогут Уйти Выше То Возможно Начнут Сбрасывать Покупки На Мартовском И Уже Потихонечку Размещаться На Июньском Нефть Нам Желательно На Север Поэтому Если Будет Продолжать Идти В ту Сторону Баррель Нефти То Вполне Такая Схема Может быть Что В мартовском Контракте Пойдем Чуть Выше Главное Чтобы не Ушли Ниже Вот 82 84 Борьба За Пробитие Максимального Уровня Текущего Контракта И Тогда Получится У нас Вот такая Схемка Здесь Мартовский Неюньский Контракт Вначале Загрузится И Вот так Получится У нас Трендовый Канал Так Ну Лепидность Тоже Чуть Чуть Подутихла В принципе На макушке Находится РТС Давайте посмотрим Что там По дельте Творится Так Я здесь Поставлю Прайскел 300 Вы конечно Так не делайте Потому что Маркет Надо анализировать Как раз По чистому Прайскел Это для того Чтобы вы Видели Весь график Немножко Сильнее Надо Отключить Вот Последняя Сводка По дельте На индекс РТС Вот У нас Два Были Две сессии Активные На шорт Вчера Тоже Вот этот Кросс уровень 91 200 Более точная Цена Вот Там Селлер Немножко Успокоил Динамику И пятница Пока не ушла Выше Поэтому Вот эту цену Стоит Мониторить На предмет Сопротивление На следующей неделе Если Не осилят То Наверное Уже Рост На этом контракте Завершается Последнее Проявление Байеров Было 12 числа Потом В основном Преобладает Дельта На Стороне Селлера Вот Покупки были На максимуме Это скорее всего Стопы Посрывали Те Кто здесь Шерстил 16 числа Поэтому Вряд ли В общем 91,291,500 Мониторим На предмет Сопротивления И Важный уровень Поддержки Который Отличился По маркерам Это 88,500 Вот эти Две сессии 86,100 Здесь Диапазончик Так усеяли Хорошо Покупками На той неделе И Не пробили На этом Поэтому Диапазон Стоит выделить И мониторить На предмет Повторной поддержки Здесь еще Одни Такие сумасшедшие Зашли Прямо На максимуме 81,600 82,500 И там тоже Четыре сессии Не пускали Ниже То есть Там Ребята Заходили По делу Вот такая Вот Дельта Ну вот Завершается Неделя На отрицательной Дельте Вчера Было Порядка 16 Значит По РТС Открыт Интерес За контракт Падает Не У всех Есть желание Дальше Заходить В принципе Вот этот Рост Взяли И Ну Как видите По движению На север Постепенно Фиксировали Потому что Здесь Долго боролись На земле Второй И вот Постепенно Здесь Все Зафиксировали И лежит Открыт Интерес Пока На таких Оборотах Не очень То есть Вот 720 700 Тысяч Сегодня Открыли На 20 тысяч Контрактов На 20 тысяч Сделок Больше Чем Вчера Ну Посмотрим Активность Не очень Поэтому И Ждать Каких-то сильных Движений Тоже Все зависит От нефти И как Будет вести Себя СНП На следующей Неделе Ну И Рубль Соответственно Так Давайте Выделим Уровни И пойдем Рассматривать Валютный Сектор Вот У нас Массивы Объемный Такой Самый Объемный Массив Сформировался На 87 500 88 300 Здесь Ну Понедельник Плюс Торник И Основную Часть Сформировали Здесь Пятница Протестировала В общем Два раза Уже Этот Уровень Не берут Вот Раз Два И Такие Яркие Массивы Это 91 И 91 600 Вот Два раза Здесь Не пускали Выше Пятница Тоже Так Попрощалась Как будто Поэтому Если Не пустят Выше Вот Этой Локации Здесь Достаточно Так Объемно Кинули Объемчик Вот Это И Сопротивление А Вот Этот Массив Тоже Стоит Выделить Так Вот Мы Сейчас Возьмем Вот 89 500 Любят Торгующие Ровные Ценушки Вот Потому Что Выдумать 89 200 Там С копейками Какими-нибудь И нажимать Эти кнопочки Лень Ну В общем На А этом Тоже Спасибо Так 88 Возьмем 680 680 680 100 100 Тут Вот Пятница Реверсивная Такая Моделька Получилась И Пробили Опять же Вот Этот Уровень То Есть Вот Такая Ситуация Поэтому Если Пятницу Вот Эти два Уровня В понедельник Будут Жутко Поддерживать То Скорее Всего Мы Увидим Сейчас Давайте Я Воспользуюсь Новой Разработкой Которая Чуть Не Включается Вот Линию Поддержки Как раз Они так И сформируют Вот Если Ниже Данных Цен Не пустят В понедельник И начнут Атаковать Еще раз 91.00 91.600 То Можем Увидеть И выше Пятница Явно Такая На сброс Стопов Была Манипулятивная Потому что Здесь Открытие Ушли На север Потом Резко Вернулись Обратно Сходили Вниз И уже Торгуются Через Ниним Максим Вот Все Это Явно Сбрасывали Поэтому Номер Один Сопротивление И поддержка Это Понедельник Плюс Вторник На Следующую Неделю Но Опять же Последние Две Недели Ну Его Впень Работать На рынке Очень Редко Когда Идет Системный Трейдинг Потому что В основном Скидывают Позиции И Долгосрочники Шестого Числа Цена С 22 И Не Не получилось У них Удержать Либо Это Мы Наблюдаем Сброс Стопов Но В принципе Пятница На минимуме Лежит То есть Понедельник Могут Исходить На 11 2 0 В общем Это как Ориентир Локация 12.95 Ядро По 13.70 Если На следующей Неделе Еврик Не пустят Выше Но Возможно У Роста Еще Нет Нет Сил Поэтому 15.80 16.40 На Сопротивление Вот Эти Четыре Сессии Как Сопротивление Точно Нужно Выделить Хоть Там И Нет Таких Объемных Фильтров Но Тут Удержать Четыре Сессии Потом Еще Здесь Две Недели Удерживать Я думаю Того Стоит 14.20 14.75 Я думаю Это Первый Такой Контрольный Диапазон Который Нужно Преодолеть Чтобы Уже Рассматривать Тенденцию Как Смена Тренда Пока Этого Не Произойдет Все Вот Эти Движения Покупки Будут Опасны Вот Основная Площадка Это Сейчас Манипулятивно Не Манипулятивно Пока Не Выйдет Выше 1.14 1.14 75 Потом Можно Будет Отталкиваться От этой Площадки То есть На покупку Точно Еще Еще Рановат Рановатенько Да Ликвидность Вот Уже Подупала Под конец Контракта Вот Такая Вот Схемка На Еврике Дельта Здесь Просто Зашкаливает 10 Продавцами Еврик По Открытому Интересу Тоже Потихоньку Выходит Но Постепенно Без Каких-то Зашкаливаний Сегодня Открыты Были Сделки Больше Чем Вчера То есть Всю Неделю Они Скидывали Я так Понимаю Шарты Уже Кроют И Вот Сегодня Что-то Решили Открыться Перед Выходными В пятницу Коварно Как-то Вот Вы заметили По всем рынкам В пятницу Решили Зайти Так И Такие Массивы На Активность Чуть-чуть Повысим Фильтрацию Так На Этой Неделе Ядро Объемное Сформировалось На 13.20 По 13.60 Ну Мы Это Уже Выделили Здесь Уже Так Более Точно Это Подтвердилось Потом Второе Ядро То есть У нас Двухядерная Неделя 12.300 Это Четверо Плюс Пятница По 11.95 То есть Вот Здесь Еще 5 штук За Цену Проторговали Так Более Точно Я бы Даже Взял Вот 12.25 Вот Это Второе Ядро Первое Ядро И второе Обязательно Советую Выделить Вот Эту Загрузку До Загрузка В общем В Импульсе Тут Видите Проходили Объемные Сделки Собирали Всех Байеров Поэтому Это Ресистанс И Диапазон Первый Наверное На Подтверждение То есть Если не Пустят Еврик Выше Вот Этого Всей Объемности Все что Набросали Здесь То Покупки Это Еще Рановато Рассуждать О Покупках Ну Вот Объемно Вроде Там Пытались Поддерживать Сегодня Но 1.48 Мы Лежим На Минимуме Недели Это Пока Рассматривать Как Поддержку Нет Смысла Пока Не Уйдет Еврик Выше Первого Вот Этого Ядра Ну То Что Я Встретили Не Упустили Поэтому Как Такая Спекулятивная Локация На Сопротивление Чисто Для Пятницы На Понедель 12.41 Так Теперь Рубль Так Шестьдесят Три Пятьсот О Шестьдесят Два Четыреста Пятьдесят На Рубле Вот Здесь Хорошенько Так Проработали Диапазон Поэтому Номер Один Как Диапазон Для Ориентира Если Тренд Сохранится То Не Должны Пустить Выше Этой Локации Потому Что Здесь Размещались Размещали Размещали Вот Как Здесь Видите Раз Разместили Шух Второй Раз Вот Но Очень Как-то Сомнительно Ведет Себя Котировочка Потому Что Вышли Из Массива Причем Так Уверенно Пошли На Шестьдесят И Закрываются Опять У Этого Массива То Такой Обманы Маневра Возможно Сбрасывали Стопы Поэтому На всякий Случай От греха Подальше Возьмите Шестьдесят Восемьсот Пятдесят Что Это Интересно На Предмет Поддержки То Сейчас Мы еще На Дельте Посмотрим На Споте Так Ну Вот Эта Плита Шестьдесят Шесть Пятьсот По Шестьдесят Восемь Это Естественно Намбер Ван Тут Защищали Рубль Как Могли Весь Контракт Поэтому Это Номер Один Диапазон Так Давайте Посмотрим Ситуацию На Споте Так Тут Все Усеяно Байерами Сейчас Фильтрацию Повысим Давайте Поставим Здесь Двадцатку Так Доллар Рубль Томик Пятницу Питпол Ляма Вот У нас Дельта На Покупку С Шестнадцатого Числа Каждый день Идет Дельта На Бай Снижаются Неуверенно Причем Вот так Сползают И В эти Три Сессии На Снижение Сейчас Вот Вчера Вот Двадцать Сесть Четыре Причем Сессия Реверсивная И Ниже Сесть Первой Уже Не ушли На Споте То есть Там Где Разворачивали Видите Дельта На Покупку Ниже Как раз Тих Уравней Не Ушли Торгуются У Макушки Пятницы Поэтому И Тоже Она Вся Усеяна На Поддержку Поэтому Возьмем На Спотике Вот Этот Диапазон 60 По 61 И Наверное До 61 С Половина Еще Добавим Для Мониторин Вот В принципе Если Не Пустят Ни 61 Уже Наверное Будет Хорошенький Такой Триггер На То Что Снижение Подостановили Немножко Вот Ну Будем Следить Как только Рубль Пробивает Этот Уровень 60 С Половина 60 У нас Откроется Второе Дыхание Мы Пойдем Еще Ниже Ну Пока Вот Так Вот Посмотрим Сейчас На Рубрики Где У нас Так Вот Смотрите Что происходит Вот Все Всю Активность Которую Сформировали В районе Там 70 1 1 68 Постепенно Также Фиксируют Выходят Оно В принципе И вовремя И по делу Потому что После такого Затяжного Снижения Пора бы Перед Экспирацией Зафиксить Как Минимум 70% Продаж Ну Вот Вчера Немножко Активировались Вот Поэтому Четверг Уровни четверга У нас На понедельник Вторник Наверное Будут Приоритетные Уровни Так Ну И выделим Остальную Массивность На 15-минутном Интервале Переключается Сейчас Вот так Вот Видели Дерзко Очень Вот На открытии Запаковались На 61 61 250 Поснимали Всем Стопари Сегодня То же Самое На открытии В первой Половине Загрузились И пошли На север В чем До вечерки Шли на рост То есть Два дня Подряд Идут Активно На север Поэтому Вот эти Вот Массивчики Объемные Давайте Возьмем Как спекулятивные Уровни Поддержки И будем Мониторить Обязательно Сопротивляшки У нас Сформированы Спекулятивно Тут у нас Понеделек Отличился Диапазон И вторник Особенно Вторник Здесь Вот объем Немец Такой Уверенность Байера Наверное Те кто На покупку Рассчитывают То Шестьдесят Один Шестьдесят Один Пятьсот Железно Должны Удерживать Потому что Вот здесь Вот действительно Тарили Какие то Позиции Хоть По дельте Там У нас Получается Нулевая И сегодня Тоже Нулевая Но Вот Двадцать Пятого Вот Махина Она Вот С С С Сильно Настораживает Шестьдесят Три Шестьдесят Два Вот Видите Самая Крутая Дельта На Продажу На Этой Неделе Стоит Выделить И Вот Зафиксили Похоже Что В пятницу Здесь Делочки Вот Этот Массивчик От Него Будут Плясать Уже Понедельник Чисто Как Уровень Ориентира Скорее Все Перед Выходными На Всякий Случай Поскидывали Драдонечки Позиции Ну В общем Если Сильно Уж Они Будут Шортить То Вот Этот Диапазон Будут Удерживать Я думаю И И Это Жутко Пробивать Если Действительно Появились Надежды На Рост То То Смену Тренда Вы Видите Что Фиксирует Очень Много Позиции Это Фиксация Вызовет Такую Дополнительную Ликвидность На Покупку Поэтому Это Может Все Так Коррекционный Момент Создать Так Вот Такая Вот Стация По Рублику И Давайте Сейчас Пробежимся По Остальным Валютным Очень Так Быстренько Особенно Интересует Индекс Бакса Идет Вот Прям Ну Как будто Подлинеечку Действительно Тут 94 95 Так Хорошенько Проработали С начала 2015 Года Поэтому На юнический Контракт Индекс Доллара Можете Уже Ставить Себе Линию 94 15 По 95 Вот Эта Платформа Будет Для нас Провной Точкой Пока Не уйдет Индекс Доллара Ниже 94 Никаких Коиндекс Продаж Не Стоит Ждать Так Ну Перед этим 92 93 Даже 91 С Половиной Вот Это Все Затарка Была На Бай Даже Включились По Ликвидности И Вчера Вот Вчера Тоже Была Ликвидная Сделка Вот Здесь На Максимуме То Есть У них Такой Болг Не Не Сильно Ярко Угроженный Рост Потом Резкий Рубок На 95 Там Какие-то Жуткие Объемы И Все Резкий Резкий Рубок На 95 Вариант Пойти На 96 Намерение Вполне С подвохом И Стоит С этим Посмотреть Спот Уже Включали На Рубле Смотрели Спот Уже Смотрели Фунт Тоже Потихоньку Выходит Уже Месяц Роста Поэтому Это Нормально Так И На Фунте Вот Эта Локация В шахматном Порядке Размещают Объемы 5370 5450 Вот Две Сессии Такое Счение Что Сброс Стопов Был Потому что Туда Сходили Обратно Ушли И Остались Опять В массиве Поэтому Как вариант Возможна Ситуация Похода На Юг Потому что Здесь Ну давайте Выделим Вот этот Уровень 5490 По 5530 Вот Если Это Не Осилят На Фунтяке Спот Да Что Что Такое Сейчас Сильно Вот Ребята Спот Просят Сейчас Включил А Толк В том Включил Здравствуйте Внутри Внутри Зак Показать Да На Север Полетел Какой То Серьезная Такая Ну, вот этот вот весь кошмар, который мы увидели, можете прям выделить вот эти две цены. Вот за какую начнут выходить на следующей неделе, вот скорее всего в том направлении будут движения. Что сняли и селлеров, и байеров, может сервак полетел, еще что-нибудь, потому что это такой вот расколбас. Тут прошло 325 тонн. То есть вот тот мега олигарх, который там разместился, пробьет 64.40 на следующей неделе, значит пойдем на сервер. Вот это все равно разносится. Если это не слетел сервер, то кто-то очень так жутко разместился. Так, ну, сейчас посмотрим на томики. Нет там такого. Вроде смотрели, не было. Здесь спокойно. Ладно. Ну, возьмите там две цены на всякий случай. Так, давайте сейчас посмотрим еще Бонд, 10-летний. У нас две подряд сессии идет на юг Бонд, причем возьмите вот этот локейшн. Так, давайте тут сейчас подправим немножко фильтрации, потому что здесь. Там прям так, 6 поставим. Вот, с 5 февраля идут одни вот по бондам продавцы. Это, возможно, сняли с топори и идут по направлению. Так, поэтому и бык этих тоже даже не пробили здесь. Жутки были шарты. Так, вот на этом Бонде и на ДжБЛ все здания. Так, тут платформу на ДжБЛ. 58.40 и 169.1. Дельта. Сейчас, сейчас, Франк, сейчас захватим. Я забыл про Франк. Франк отцепили. Это уже интересно. Наблюдайте обязательно. Так. Ну, понятно. Вот, возьмите. 159.7. 159.9. На всякий случай. Если не осилят. Ну, в принципе, если закроется пятница на минимуме, то, возможно, это был выбор стопов. На ДжБЛ. И Франк. Сейчас захватим. Так. Ну, Франк надо смотреть с 18.01. После революции тут объемно запаковали 10.49-10.55. Ядро текущее на фунтяке. И на минимуме закрывается неделя. Да и, в принципе, не было даже ни одной сессии, которая пыталась идти на север. Поэтому дорога вполне может быть на юг. В принципе, у него на север даже... Ну, вот с... Это сначала вот февраля вообще. Ни одной сессии, которая пытается на север, тут стопы сняли, потому что тут продажи были три сессии. И вот боковик на самом тут ложе. Ну, может быть, если уйдут выше 60... 0.65. Вот тогда еще может быть. То есть, вот так вот. Вот здесь покупать, я думаю, будет опасно, потому что могут сорвать и пойти на... К одному. Или к одному. Сейчас на дельте посмотрим. И нефть, и золото. Так. Фунт... Ой, франк на дельте за сессию. Это не этих дирек. Сейчас мы переключим на агрессора. Так. Агрессор у нас заявляет, что вот тут такая вот локация на поддержку. Возьмите на всякий случай. И всю неделю, в принципе, больше на стороне байера были торги. Хотя от пятницы, а вот у нас на химичала. Здесь 1.054 и 3 пятерки в конце. Вот если в понедельник не смогут уйти выше 54-55, то, наверное, пойдем на дно. А если пробьют, то тогда возьмем эту поддержку. Кориентир, ну и ядро от этих вот сессий, то есть в текущей неделе. Как площадка. Так. Нефть. Новый контракт у нас в Северужии. Так, мы сейчас чуть-чуть попроще поставим фильтрацию. И чуть-чуть потемнее, потому что это потом, наверное, на косячилке. Так, боковик, причем сняли и байеров, и селеров, и сессия плотно провисела у минимума. То есть, если попробуют атаковать 48-ую, можем на следующей неделе увидеть и 46-ую. Потому что вот раз, два, три, четыре, боковик, сняли с топори, и снова вниз. То есть, ни одного хорошего такого объемного движения, то есть, на объеме не было на байт. Ни одного. Вот здесь вот были, да. А снижаются, вот, на покупку никто объемно не заходит. Так, 51-52 сопротивление, возьмите. И ядро недели 48-95, 40-50 вот. Все пять сессий, вот, 49-50 упаковали на CL. CL, сейчас посмотрим, что там у нас, ну, такое. Вот, раз, сессия на шорт, не пробили, вся вторая, то, что я выделял. 50-80, 51-8. Две сессии упаковались на шорт и не пробили до сих пор. И, в принципе, вот, скорее всего, до с 5-го снимали стопори, потому что в Дельта была позитивная. Так что могут, в принципе, пойти немножко южнее, будьте осторожны. О, 4-5-ница тоже на продажах, будьте внимательны. Так, там, там, там. Новый контракт, новые возможности. Ну, это не смысл смотреть. И, значит, нефть у нас CL, вот, поддержка. Здесь быстро на упаковали объемчик, поэтому единственная, наверное, поддержка. Обратите внимание, как жутко, с 48-80 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз. И вот сейчас висит нефть на этом же уровне уже седьмой раз. Ну, вряд ли удержит, потому что седьмой раз подходить к диапазону уже не хамильфон. Пятьдесят с половиной, пятьдесят один, это у нас нефтетрейдеры за шартили. Мы ведь три раза отрабатывали пятьдесят первую, там, на самом верхушке. Вот, и дозагрузочка, вот, была в четверг 49.35. Дельта тому виной и не пробила пятница. Очень-очень боялась этого диапазона, поэтому селеры, селеры активнее под конец недели. Подельник плюс торник паковали, в среду срывают всем стопори, грузится по 51, сегнули на самый низ, и пятница даже не попыталась доказать обратное. То есть, простояли в диапазоне, боковик устроили, всем наказали. Среди просто, ну, жутко. Это пила, сумасшедшая причем, весь день. Ну, вы видите, тут, мои слова, это мое подтверждение. Идут вон на 48-ой, поэтому аккуратнее. Из-за этого и РТС может дергаться, так, посмотрим, может, там уже бренд ушел. Так, бренд Крут Поил. Склейка контрактов с 19-го на 1-го мы поставим с декабря, потому что нам надо. За зиму смотреть. Значит, так, 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 так. 62-я, даже 63-я. В качестве сопротивления, как-то они уж очень боятся толкать петровку выше. Так, тут тоже никаких сверхобъемных сделок не заметили. То есть, ну, для того, чтобы поддерживать спрос и проталкивать цену выше максимума, надо немножко надавить объемчиком. Его нет. Сегодня тоже, видите, самая неликвидная сессия за всю неделю стоят в боковике. Поэтому, очень как-то уж подозрительно, они 61-я уже неоднократно не присвоят. Так, вот, возьмите на всякий случай, как диапазончик для ориентира на бренд. Дельтеус у нас шорты не идут. Так, среды байера были немножко. Снова шорты и вот сегодня покупки, но как-то безрезультатно. Ну, в любом случае, если 62-50 начнут пробивать до 63,5-64, то есть на импульсе сильном. Ну, ликвидности нет. То есть, сегодня очень слабая сессия. Скорее всего, всех продавцов, которые налетели на котировку, просто как-то искусственно скупают. Так, так как объем небольшой, а дельта на стороне байера... Ну, посмотрим. Стоит котировка, в общем. Золото. Как-то неподходящий цвет поставили для золота. Надо поставить вот так вот. Будет... Ну, теперь подходящий цвет для золота. Так, нам надо взять дневной интервал. Вот он у нас. Итак, затяжное снижение с 13.00 по 12.00 немножко утихло. Мы видим первую площадку такую. Две недели они тут отдыхали, и надо выделить этот уровень. Значит, 12.00. Жалко, что Монако пропал. Сейчас он бы нам сказал, куда золото идет. Значит, 1222 сопротивление. 1222 сопротивление. Все вынесли вот по три сессии. Это все у нас масоны в шортире. Ну, там, пока мы сюда дойдем, еще на несколько... Волстит онлайн пройдет. Но вот этот уровень, он уже интересен для... Ну, как рассмотреть его в плане платформы для стартера, тенденции на покупку. Но, опять же, уже должны не пустить ниже. 11.99 и... Вот, две сессии у нас прощальные вполне могут быть. Сейчас мы на дельте посмотрим. То есть, триггер пробития в 12.30, 12.35... В принципе, было бы неплохо. То есть, вот этот массив желательно протолкнуть. Вот, сейчас мы на дельте посмотрим. Золотишко у нас действительно, вот, идет с 24-го числа. Байер это у нас на Тегдире. Сейчас на Гресари посмотрим. Так, на Гресари... Да, на Гресари тоже вот эти три сессии. Практически с 24-го под 26-е был... Правда, дельта не супер. Сегодняшнюю сессию на 60-м... Так, вот, у нас селлера были на 12.39, 12.32 и 12.17. Такой уровень тоже интереснее. Пока не пробили, и здесь бросали шерты. И тут две сессии боялись. Поэтому его точно должна пробить, чтобы у нас хоть какие-то были предпосылки. И тут, в принципе, идет постепенно фиксик. Закрываем почти чуть-чуть. Видите, ну, в основном красная линия идет к открытому интересу. Пару раз мы здесь что-то пытались купить, и 24-го действительно немножко открыли. Ну, вот, постепенно скидываю. Ну, оно нормально. То есть, вот такое движение произошло с 13.00 по 12.00. Скоро многие чуть-чуть начнут заниматься экспирацией. И тут оно, в принципе, как раз по делу выходит. Ух ты, что-то натворили. Сейчас мы чуть-чуть демочек повысим. Так, 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 так. Значит, 12.02.5. Опа-па-па-па-па, где тут больше штуки уже пошло? Ну, 96.5. Тут паковали платформу и сняли и тех, и других, судя по всему. Среда не ушла ниже, то есть, вот, отработали. И вот загрузка была. Вот желательно не уйти ниже 12.08. Получается спекулятивно у нас тут подобрали. Тут подобрали золотишко. И единственное сопротивление на этой неделе у нас в пятницу. Объемы встретили. Тут очень долго была локация на максимуме и не удержали. Но, в принципе, не подтвердились продажи в пятницу. Вот это нужно заметить. Здесь вроде якобы сопротивление. Пошел объем на шорт. Там, где закрылись, пятница пошла в обратное движение. То есть, здесь нет подтверждения по тенденции. Значит, понедельник рост. По факту вторник рост. Среда по факту рост. В четверг сбросили, скорее всего, байеров. И в пятницу рост. Четыре дня рост. Один день на свяжение. Понедельник плюс вторник. Среда плюс четверг плюс пятница. Тут по ядру посмотрите. 12.06. 12.11. Поддержка. Если это даже не пробит, то, скорее всего, пойдем на 12.20 пробивать. Вот. Наверное, скинули все-таки покупки вот на этом уровне. Видите, как сейчас уйдут на юг. Ну, главное, чтобы не ушли ниже вот этого ядра. Если уходят ниже, то нужно подождать с покупками аккуратнее. Посмотрим, что там с процентными ставками будет. Так. 18 марта начнется... В принципе, открыта кафедра по объемному анализу на российском рынке. Вот. Как вам нужна практика, стажировка и новая... Больше информации и подготовка. Это все 18 марта начнется. На сайте найдете описание. Всем хороших выходных. Аккуратно на следующей неделе. Будет шторм. Неделя будет непростая. Я вообще даже трогать не буду терминал. Встретимся в следующую пятницу. Будем подводить итоги. Хвалить талантов. И строить планы на югский контракт. Всем всего хорошего. Хорошего вечера. До следующей пятницы. Пока. А, в среду... В среду открытый вебинар. Приходите. Жду всех. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...